Продвинутые собаки не лают, а лайкают «Звезды!» «Луна». «Где Луна?» «Хочу Луну». «Луну» «Дима, ну я так не усну». Уйди, успокой собаку. Чё ты лаешь? Чё ты лаешь? Заткнись. Понял. Фу сказал. Понял. Замолчи. Понял. Шватиха у меня. Понял. Чуть. Понял. Урод, блохастый пунт. Всё, успокоил. Понял. Сосед. 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 Вулкан. Что? Жив? Да. Кайф. Девочка, кайф. Вулкан. Что? Спишь? Сплю. Спишь? Сплю. Кайф. Кайф. Вулкан. Вулкан. Чё? Вулкан лох. Кто? Я. Ты. Иди сюда. Иди сюда. Не достанешь. Не достанешь. Иди сюда. Лох. Порву. Порву. Дима, ну это невозможно. Иди сделай что-нибудь с собакой с этой. Ой. Чё ты лаешь? Чё ты лаешь? Покал лох. Заткнись. Понял. Заткнись, сказал. Понял. Ди. Понял. Хозяин кайф. 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 Пить хочу. Пить. Пить. Пить, пить, пить хочу. Пить. Вода. 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 Вänd. Пить хочу. Пить, пить, пить хочу. Дима. Пить. А ты его кормил? Ну чё он так надрывается-то? Кормил я его. Пить хочу. Кормил. Пить. Пить. хочу на ешь пить хочу ешь хлеб пить хочу ешь хлеб говорю пить я закормили пса вообще даже хлеб не ест слушай а может он пить хоть пить хочу баб люблю баб люблю да чё он меня так не любит так пешеный баб люблю косаристом цепь людей люблю все сидит всех люблю баб люблю баб 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 очень люблю баб пить хочу шарик колбаска хочешь колбаску пить хочу держи колбасу говорю я пить хочу закормили чем вас кормят чтобы колбасу московскую не я сейчас застрелю его просто черную мать и вообще да ладно поймал вора или съел что-то не пойму молодец молодец герой а мы его хлебом кормим а мы его вот тебе сухой корм есть я понимаю 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 очень вкусненько вкусно вкусно понял 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 когда дорого давай ешь тех все все всё заслужил понял 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 Я заслужил, я же пить хочу. Вора, поймал. Да ты чё? Пить хочу. Герой наш. Пить. Хочу пить. Пить хочу. Дождь. Дождь. Кайф. Кайф, 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 дождь, кайф, вода, кайф, кайф. Давай его домой. Кайф, 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 кайф. Промокнет наш герой-то. Давай домой. А ну-ка, давай-ка. Давай-ка в дом. Я пить хочу. В сухой дом давай, промокнешь. Я пить хочу. Я понял, понял, понял. Давай-давай-давай. Я пить хочу. На время чемпионата мира по футболу Чёрное море переименовали в афроамериканское. Девочки мои, любименька, и Ксюшечка, и Юлечка, доченечка моя, это вам, вот я сорвал тут вместе с клумбой. Вы меня, это, что, позавтракали уже, да? Пообедали, что ли? Чё-то морда горит. Я чё, на пляже уснул, что ли, а? У меня такое ощущение, что меня мордой по ковролину через весь отель тащили. Ну чё вы молчите, чё я вчера, набарагозил, да? Вы не подумайте, я специально в коридоре не раздеваясь лёг. Ну чё, вас не будить. А? Ну чё вы молчите, ну? Ну говорите и... Ну не держите в себе, я же вчера... Не держал в себе. А? А? АПЛОДИСМЕНТЫ Опять на ужин в одном крестике? АПЛОДИСМЕНТЫ Да? Ну чё вы молчите? АПЛОДИСМЕНТЫ Чё вы так смотрите и так, подозрительно? Чё у тебя йогурт? Немножечко я помажу. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну называйте меня, Ксюша, ну называй меня, как я тебя вчера называл, вот. Ну собака сутулая, чё я? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну чё вы так прямо напряглись-то? Ну давайте я вам мороженки куплю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Хотите мороженку я вам? Какую вам надо? Давайте молочное, может быть... Может быть это... Шоколадное, может банановое? Может быть в вафельном стаканчике? Может в рожке у меня... У меня заканчиваются варианты. Давайте я вам сейчас принесу в разных мороженых, ладно? Только вы не уходите. Сейчас я быстро... АПЛОДИСМЕНТЫ А-а-а! 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 Как плохо! Тихо, доченька! Мама, роди меня обратно! Доченька, давай не сейчас, пожалуйста, давай завтрак! Мама, голова болит! Я думала, пенная вечеринка, это мы мыться будем! А-а-а! Ты помылась? Маленечка, я постиралась! Ух, этот танец такой был тектоник! Тектоник! У тебя после каждого джентоника тектоник! Голова раскалывается, еще папа пришел и стоит бу-бу-бу! Бу-бу-бу! Ты бы ему сказала, он бы тебя послушал, может заткнулся бы! Я боялась рот открыть! От нас такое амбре за километры! А-а-а! Так а чё, может мы ему расскажем, что он с нами-то вчера тусил? А-а-а! 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 Ты чё, мама, хочешь нашего папу унизить? А-а-а! Он в два часа ночи вырубился! А мы с тобой... Не ложились! А-а-а! А-а-а! Ты чё, знаешь, ему расскажи, как мы его через всю гостиницу по ковролину лицом полопли! А-а-а! еще коленка об косяк долбанули слушай может хотя бы расскажем что он в бассейне пожилую немку спас которую я топила спас же все таки но в конце концов девочки мои любимые вот вам оружие дачки я принес морожки ну простите меня ну вроде бы ну простите но хотите перед вами на колени встану хотите свой колено болит андрюш наверно нам надо сказать заговорили да вы мой маковки до вывода андрюш дело в том что ты вчера пожилую немку топил в бассейне что она сказала что ты страшный и не накрашенный господи как стыдно да я все исправлю я я все исправлю я вам вот билеты купил смотрите что за билеты куда вот это три билета на вам и на немку на нем куда полечу куда полите куда то на парашюте за катером три часа славка славка да что ты Андрей ну перестань Давай с тобой во что-нибудь поиграем. Я люблю тебя. Я знаю, что я тоже тебя люблю. Просто люблю. Давай с тобой поиграем. Да я верю тебе. Все, не прыгай, ладно? Верю, не верю. Андрюша, прыжком. Ты друг мой, самый любимый друг. Я в тебе все верю. Давай, верю, не верю? Верю. Все, не надо, я еще карты тебе не дал. Давай. Готов? Да. Две шестерки. Верю. Правильно. Давай, четыре вольта. Верю. А вот и неправильно, там три вольта, смотри. Смотри, забирай. Давай, давай. Обманываешь? Да. Да. А где еще один? Андрей, я обманул тебя? Слава, ты чего? Ну, чего? А что такого, Андрей? Ну, это же игра. Ты что, обманул меня, что ли, Слава? Андрей, ну что ты? А ты же друг мой, любимый. Да? А что? Как ты мог меня обмануть? Ну, это игра такая, Андрей. Наша дружба для тебя игра? Не знаю, при чем тут это. Ну, это вообще я просто так сказал. Ну, ты взял у меня 40 тысяч, сказал, что вернешь. А вернешь 20, что ли? При чем тут это, успокойся, ну. Ну, как я могу успокоиться? Ты у меня возьмешь паспорт и ипотеку оформишь. Что ты говоришь? Что я говорю? Перестань, пожалуйста. Как я могу переслать? Ты меня только что чуть на ипотеку не бросил. Андрей. Что происходит? Да вот, да. Что происходит? Дима, друг мой Дима. Дима, ты единственный мой друг. Ну что, ну хватит. Вот он, Славочка, бывший мой друг. Вот он, Слава. И ты единственный мой друг. Ну все, все, все. Ну не реви, ну, хванье. Ну люди сидят, ну, ну что? Люди смотрят. Ай, я не стыжусь чувствую. Ну, ребят, ну заберите его, ну, честное слово. Ну, ребят, ну помоги. Ну что это такое? Сережка, друг мой. Да, может, может. Ну вот, Сережка. Что это не устроили? Что это не устроили? Что это? Давай с тобой поиграем? Что бы тебе такое загадать-то? Пять, пять, пять. Пять детей у тебя, Димочка? А? Не верю. А что ты не веришь-то, а? Что это, карты? Фотки. Похоже? Ну, допустим, я верю. Ну, чтобы жена не поверила. Не поверила, не догадалась. И не узнала ничего. Договорились? Договоримся. Ты жук, а? Ну ладно, давай. Давай дальше, давай. Два козырных туза. Да не может быть два козырных туза. Не, не, не верю. Не может быть два козырных туза, нет. Дима, у нас в стране может быть два козырных туза. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Боже мой. Дима! Что ты? Друг мой, Дима. Я думаю, все, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Я простился. Прости. Я простил. А Слава простил? Простил, Слава. А ты у него спросил? Я спросил, сказал, я простил. А он простил? Он сказал, простил. Все, успокойся. Не надо! Не надо! Славочка, друг мой любимый. Я простил тебя. Давай с тобой поиграем. Я все переосмыслил. Я теперь другой, давайте играть. Давайте, давайте. Три шестерки. Не верю! Что ты не веришь? Смотри, там три шестерки. Все. Три шестерки. Три шестерки. Что? Что надо-то? Да как же относиться мне к тебе? АПЛОДИСМЕНТЫ Верить мне тебе или не верить? Теперь я понял. Под этой маской скрывается зло. Сорву эту маску! Сорву! 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 Убери эту идиот! Перестань это все! Сережа, ну вы! Повицынер! Убери эту идиот! Ну что такое? Чего делаете? Ты тоже! Все! И ты с ней! Мой друг с ней! Что вы делаете-то? Нож, да блин! Умоляю вас! Быстрее, без карты, играй! Давай, все, начинаем! Капля никотина убивает лошадь! Не верю! Почему? Да ну что, Людка, он уже 20 лет курит, такое седло отъел, а хоть бы что! Нет, нет, нет! С завтрашнего дня в России будут меньше пить! Да ну бред, я тебе не верю! Я вчера был у врача, он говорит, Дима, надо меньше пить! Вот! Этот человек виной тому, что отец твой веру-веру потерял мой сын! Из-за него мы вынуждены будем скитаться по пустыне выжженной до скончания век! Оф! Вот он с ему виной! Да вы что, сдурели что-ли? Вы что делаете? Убери! Убери! Что вы делаете? Убью тебя! Убери! Все! Ну помогите мне! Подождите! Убери! 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 Ну что? Убери! Ну что вы? А вы все верите им тоже? Это вранье все! Все это придумали они! В Екатеринбурге по заказу СТС! В Екатеринбурге по заказу СТС! Потрясающих успехов. Чистая прибыль этого банка достигла рекордных отметок. И скоро он может войти в список главных учреждений России. Итак, как вы поняли, мы говорим о тюрьмабанке. Мы находимся с вами в офисе тюрьмабанка, колонии строгого режима «Серый дельфин». Сейчас мы поговорим с начальником колонии Вячеславом Владимировичем Мясниковым. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Скажите, пожалуйста, как вы поняли, что в вашем учреждении находится еще и банк? Ну, вы знаете, мне позвонил сотрудник и предложил продиктовать цифры с карты. А я узнал его голос. Ну, как узнал? Я увидел, что он кому-то звонит. Ну, и потом, уже позже, в карцере, он мне рассказал, что в нашей тюрьме находится еще и банк. Вы сразу ему поверили? Нет, конечно. Но когда с моей карточки списались деньги, я понял, что у нас в тюрьме действующее банковское учреждение. Если не секрет, сколько списались с карты? Не секрет, полтора миллиарда. Откуда у вас такие деньги? Это не мои, это просто у одного губернатора на прогулки выпало. Понятно. Скажите, а насколько опытные сотрудники работают в вашем банке? Ну, вы знаете, были бы опытные, они бы сюда не попали. Ну, с другой стороны, чем меньше опыт, тем больше у них стаж здесь. А где же ваши сотрудники? Их не видно. А они уже как раз сейчас должны с прогулки возвращаться. А вот они. Скажите, пожалуйста, а можно посмотреть, как проходят звонки? Да, конечно, мы вам сейчас покажем. Так позвонили быстро? Как вы строго общаетесь с сотрудниками. Это наша корпоративная культура. Звони мне, сказал быстро. Извините, пожалуйста, вы не могли бы отвернуться? Дело в том, что им нужно достать телефон. Давайте отвернемся, сотрудникам нужно достать телефон. Итак, пока сотрудники достают свой телефон, а мы у вас спросим, какие у вас планы на будущее? Ну, вы знаете, в планах закупить новое оборудование, потому что прошлое оборудование один придурок сожрал вместе с батоном. Что, достали? Быстро звоним, показываем. Алло, здравствуйте, это сотрудник тюрьмабанка. А не могли бы мы продиктовать три цифры с оборота вашей карты? А кто это? Тюрьмабанк. Вам звонят зэки. Хотим код карты узнать. А вы не спёрбанк? И БТВ? Нет же, мы обычные зэки зоны. А, так, конечно, сейчас продиктую, а то жильё это задолбало. Записывайте, шесть, три, два. Ага, благодарочка. А подождите, подождите, а есть у вас для меня какие-то кредитные программы, спецпредложения? А, нет, 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 ничего нет, просто деньги возьмём, и всё. Не звонить, не писать не будем. Ну и честный банк. Господи, спасибо вам. Да, вам, спасибо. Очень интересно. Скажите, а как вы находите новых клиентов? А я вам сейчас покажу. Вот смотрите, видите, десять цифр. Любая комбинация этих цифр, это и есть клиент нашего банка. Скажите, что и все с удовольствием сотрудничают с вашим банком? Ну вот, к сожалению, нет. Есть такие, которые немножечко сомневаются. Сейчас мы вам покажем. Так, быстро позвонили Степану Васильевичу. Алло, Степан Васильевич, нам надо списать все деньги с вашей карты. А я вам не верю. Банки так честно не разговаривают. А где Дуня, видеосвязь, смотри сюда зрением. Смотри, это баланда, это зызя, это шконка, это падла. Пошли, мамик, тиктокеры поганые. Вот, очень упорный нам бы его начальником отдела. Ну вот, ничего, подождем. Как говорится, был бы у человека аккаунт в соцсетях, а статья найдется. Ну то есть, получается, в целом население вам больше доверяет. Конечно, конечно, стали больше доверять. А кому еще нас в стране доверять? Ну, сами подумайте, мы самая надежная организация. Вот все развалится, а мы будем. Нас никогда не закроют, потому что нельзя закрыть закрытые. Как интересно у вас. А можно я тоже попробую позвонить? Да, давайте, знаете что? Я вам сейчас одну фоточку сброшу, а вы репост сделайте. Так, хорошо. Все, сбросил. Все, сделал. Сделали? Да. Вот, отлично. Так, что вы делаете? Это я вас трудоустраиваю. Ааа, на сколько? Ну, ну минимум лет на 10. Идите, вам сейчас все выдадут. Проходите туда. Давайте, проходите. Идите. Ждем вас. Товарищи. А вы добро пожаловать в наш дружный, сплоченный коллектив «Тюрьма-банка». Все, что нужно, у вас всегда под рукой. Трудоустройство в один клик. Спасибо. Спасибо. Тюрьма-банк. Два миллиона сотрудников. Самая большая сеть филиалов по России. Тысяча лет на рынке услуг. Твой дом – тюрьма. Тюрьма-банк. Здравствуйте. Вы замечательно выглядите, Регина Виолетовна. Очень круто. Принимайте нового сотрудника. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Добрый вечер, хат. Добрый вечер. Полковник Солдатов слушает. Да, здравия желаю, товарищ генерал. Да. Танк? Конечно, есть. Мы же танковая дивизия. У нас этих танков, как у дураков, антиков. Нет, Т-34 нет. Т-72 есть, Т-80, Т-90. Т-34 нужен? Нет, ну попробую. Что еще? Так, записываю. Ага. Так, день рождения у супруги. Понял. Поздравляю, да. Так, вы с женой выходите из самолета. К вам подъезжает танк Т-34. Вы говорите фразу, тебе, Тамара, 34, как танку Т-34. А я понял, почему Т-34. А я дурак, хотел вам Т-72 предложить. Извините. Так, дальше, да. На танк на парашюте спускается Стас Михайлов. Не, ну попробуем, че нет. Да. И поет все для тебя. Ну, че ему еще петь-то, да. Понял. Понял? Да понял. В это время из дула танка вылезают розы. Да, обеспечим, ну, товарищ, обеспечим, сделал. День рождения супруги, святое, да. Хотел сроки уточнить. А какого числа все планируется? Через 10 минут. Слушаюсь. Опаньки. Опа, пулечки. Ага, ага. Так. Алло, Челябинский тракторный. Полковник солдатов. У вас в музее есть танк Т-34? Да, просто так не даете? Понял, перезвоню. Алло, Гена, полковник солдатов, да. А ты же на Челябинском трактором работаешь. А кто ты там? Конькобежец? Денег много платят тебе? Можешь танком взять? Так, что я тебе? Перезвоню. Хорошо. Так. Алло, Челябинский тракторный. Снова полковник солдатов, да. Дайте зарплату конькобежцу Гене танком Т-34. У вас музей стоит. Я вам за эту экскурсию в этот музей отправлю. Договорились. Танк на ходу этот? Нет? Ладно. Хорошо. Спасибо. Ага. Так. Алло, Автоваз? Да. Это же вы заставляете двигаться то, что изначально не может двигаться. Подождите. Скажите, у вас есть представитель в Челябинске? Макарыч? Позовите к телефону его. Да. Алло, Макарыч? Да. А можешь танк музейный завести? Я тебе что? Перезвоню. Алло, Гена? Да. Снова солдатов. Да. Который танк. Хочешь в тренера человека, который заставляет двигаться то, что не может двигаться? Ну, ты же так конькобежный. Договорились? Все. Давай. Давай. Алло, Макарыч? На зимнюю олимпиаду в Сочи в составе сборной поедешь? По конькобежному. Да. Все. Заметано. Да. Выходи. Давай. Заводи музейный танк. Это дуй в аэропорт. Ага. Давай. Вот так. Алло. Стас Михайлов? Полковник солдатов. Да. Тут. Восемь концертов в Кремле. Хотите? Понял. Перезвоню. Алло. Кремль? Да. Полковник солдатов. Хотите восемь концертов Стаса Михайлова? Девять хотите? Тогда с вас два билета на Стаса Михайлова. Да. Договорились. Все. Алло. Стас. Будет девять концертов в Кремле. Да. Но за это вам надо будет спеть для жены генерала «Все для тебя», спускаясь на танк на парашюте. Договорились. Все. Поднимайтесь на небоскреб. Москва-Сити. На вертолетную площадку вас сейчас заберут. Ага. Все. Ага. Алло. Вертолетный отряд. Полковник солдатов. Хотите два билета на Стаса Михайлова? Аплод signing. Аплодисменты. Аплодисменты. Конечно, да. Аплодисменты. Но за это вам надо будет поднять Стаса на полтора километра над Москва-Сити. Аплодисменты. И ждать указаний. Аплодисменты. Все. Перезвоню. Хорошо. Алло. О, отряд истребителей Стрижи. Полковник Солдатов, да. Хотите поржать? Да нет, не анекдот. Пролетите сейчас над Москва-Сити набреющим с открытой кабиной. Через 10 секунд будете? Все, отлично, хорошо, ага. Алло, вертолетный отряд, полковник Солдатов, бросай Михайлова. Бросай, говорю, все, давай. Алло, Стрижи, ну как? А, узнал, что это? Да, Стас Михайлов. Как седой. Ладно, слушай, скинь его с парашютом над Челябинском. Через 2 минуты там будешь. Все, я перезвоню. Алло, Челябинский пейнтбольный клуб. Через 2 минуты в районе аэропорта будет спускаться седой парашютист. Надо ему в голову попасть шариком с краской для волос. Да, нет, в затылок, да. А мы за это, в музей за это всем клубом пойдете. Все, договорились. Ой, остались розы, самое сложное. Алло, фан-клуб Стаса Михайлова. У вас есть человек с тонкой 6-метровой рукой? Да, не кладите трубку. Да, подождите, не надо трубку. Да это ради Стаса. А, уже есть, ну вот. Да не надо двух. Ну скажите, что опоздал. Короче, этот человек должен залезть в танк. И когда услышит песню «Все для тебя», он должен подарить цветы Михайлову через дуло. Да, в районе аэропорта. Через минуту, да. Да какая вечность, минута пролетит, не заметите. Все, договорились. Ой. Надо было сразу этим звонить, эти бы и танк достали. Дети – цветы жизни. Чем чаще тебе их дарят, тем меньше времени на праздник. Слушайте, а мы вот с моим мужем поженились и сразу же решили, что нам нужен ребенок. Ну что это вот семья без ребенка? Знаете, как некоторые сейчас... Ой, знаете, это правильно, это правильно. У нас вот как только Мишка из кроватки-то вырос, мы сразу побежали за вторым. Да-да-да. Молодцы. Вот у нас теперь вот мы вдвоем. Ой. Иди. А мы ничего не планируем. У нас все получается само собой. Так, все, давай, Мишенька, иди играй. Только недалеко, чтобы я видела. Аккуратно там. Ну что вы прилипли к маме? Идите, гуляйте, где хотите. Идите, идите, ищите пропитание. Ой, соска упала. Хорошо, что я еще три взяла. Надо выбросить. Да не переживайте, ну что вы. Пять секунд не пролежала, микробов не набежала. Конечно. На. Ой, комарьё налетело, а надо коляску срочно застёгивать. А у нас вот марлевый занавес. Это, конечно, не железный, но кровопийцы не пройдут. А мы памперс не меняем, они не лезут. Вот оно что. Ой. А вот нам полгодика исполнилось недавно. А вам сколько? Нам семь месяцев, восемь дней и три часа. Ой. Хорошо. А вам? Сорок шесть. В смысле, ему? А, ему? Да. Так и надо говорить ему. Ему, а это который? Это... Сейчас я по фоткам посмотрю. Я их фотографирую. Ага, вот апрель. Это апрельский, апрельский. Это... Угу. Ой, ой, чё-то мой зачихал. Надо срочно неотложку вызывать. Ой, да что неотложку-то? В четыре одеяльца заверните, всё хорошо будет. Точно? Конечно. Уверенны? Конечно. Да нет, точно надо неотложку вызывать. Да? Мои хоть на мигалке отвлекутся, перестанут жрать песок. А, нет, это мы просто проснулись, да? Расчихались мы, да? Малыш, смотри, солнышко, с травкой зелёной... Мишенька, Мишенька, иди братику расскажи про природу. Ты же учил в школе, иди расскажи. Утю-тю. Природоведение. Читай. Загодится. Ну что, а чья мама сегодня в семь утра встала, на молочную кухню сходила, чтобы молочко свеженькое было, а? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опа! Ну-ка. Не скисла? Не тёпленькая? Это хорошо будет. Тёпленькая, это правильно. Да. Да. Тёпленькая, это хорошо. А что? Сытая мать, довольный ребёнок. Ой, так кто тут на меня такой смотрит, красивый глазки-бусинки лежит? Здравствуйте, тётя Ксюша. Так, не смотрите на моего ребёнка. Твои слова, твоя голова, твоя речь тебе в плечи. Сглазите. Ты чё, я вроде неглазливая. А это кто тут у нас такой лежит? Чё, мазенький весь. Подгузник полный, ногти не стрижены, боже мой. Святая вода. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы вот с мужем второго мальчика хотим. Ну, знаете, чтоб полный комплект был. Ой, это правильно. Ну, знаете, муж прям так и сказал. Старший мальчик, мальчик и самая младшая, чтоб девочка была. Вот, так хочется. АПЛОДИСМЕНТЫ А моему главное, чтоб пятеро, чтоб бесплатная парковка по всей Москве. АПЛОДИСМЕНТЫ А у меня вот мечта есть. Как закончу грудью кормить, налью себе бокал красного вина и выпью его весь до дна. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, знаете, у меня мечта. Закончу кормить, возьму полбутылочки белого сухого и меня унесет просто в никуда. Везет, мечта есть. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, что-то так солененького захотелось. Огурчики. Ну, прям потянуло на солененькое. Вкусно пахнет. На солененькое потянуло? Да. Так вы, баба, беременная. Да. Правда так думаете? Мне или не знать. Я бы доверяла. Мы чё, мужу буду звонить? Ой, сейчас быть, плакать от радости. Алло, любимый, кажется, у нас будет пополнение. Да не реви ты, я сама плачу. Слушай, тоже своего аккуратненько предупрежу. Алло, Лёшенька, у нас будет третий. Да не реви ты. Да справимся мы, ну что ты. От радости, наверное. Чё-то меня подташнивает. Серёжа, ты когда успел, гад? Тварь, я убью тебя. Я тебя убью, от дома оставайся. Не вздумай реветь, тварь. Чем толще кот, кем спокойней попугай. Зачем мы здесь? Предчувствие у меня плохое. Атмосфера здесь гнетущая Двери толстые Зачем мы здесь? Тише Мы в больнице В больнице? А зачем в больнице? Я не болею Ветери... Ветери что? Ветеринар Ветеринар? Ветеринар Кто это? Ветеринар? Ветеринар это человек Который приносит в наш мир спокойствие Радость И облегчение А я спокоен Я радостен С облегчением у меня вообще все в порядке А я знаю, что все в порядке Мы поэтому и здесь Ну хотя бы намекни Зачем? Намекнуть Хорошо, я намекну Мы тебя решили Подстричь Подстричь? Никогда не стригли, а тут решили подстричь А что если с этой стрижкой мне будет холодно? Не будет тебе с этой стрижкой холодно Мы тебя не всего решили подстричь Частично Частично А что за стрижка? Есть каталог Ты знаешь, по этим стрижкам Нет каталогов Может мне не стрижку? Может мне укладку сделать? Там после стрижки само все уляжется Это больно? Нет, это не больно Я слышал Стрижку делают в парикмахерской Если хочешь, можно в парикмахерской Но там будет больно Ну что, обязательно стрижь что ли? Я что, брос? Ты обнаглел Ты обнаглел Ну вот просто сил нет, как обнаглел Ну давай, чтобы не стричь, я больше линять буду Да куда больше-то, ну? Ты видишь, я в свитере сижу Так вот это не свитер, это рубашка У меня дома все штаны с начесом Все куртки, это шубы Ну куда больше-то, ну? Как вообще моя стрижка Может повлиять на мою физиологию? Повлияет, вот увидишь А почему мы с меня начали? Давай тебя подстрижем А я посмотрю, хорошо или нет Ты что, совсем что ли? Меня-то что стричь? Я себя хорошо веду Я по ковру попой не езжу Да ладно Ну по крайней мере не так часто А дождик с елки кто съел? Я Пожалуйста Я же ненадолго Можно обратно вешать Никто это обратно вешать не будет Поехали домой, а? Футбол посмотрим Я тебе на больное место лягу Себе ляжешь на больное место На больное место он ляжет Как ты можешь лечь на всю нашу футбольную сборную? Ну что? Так, стрижка Не знаю, я спал Спал он А? Люди стричься приходят А он спать Дома надо спать Пойдем домой Причувствую у меня плохие Пойдем Пошли домой, пожалуйста А? Что ты там читаешь? Давай я всем Кто тебе не нравится В ботинки нагадю Хочешь не только в ботинки Но и в шапку И в карманы И в варежки Так ты пять лет это делаешь Что изменится-то, ну? Ну я прежде чем кроссовки надеть Я бахилы надеваю У нас дома такая ванища Что к нам гости перестали приходить Почему перестали? Ходят каждый день То пожарные, то милиция Так из-за тебя и ходят Поехали домой Пожалуйста Я тебе мышку принесу Где ты ее возьмешь? В аренду что ли? И как ты найдешь место В своем плотном графике? У тебя же график плотнющий Спать есть и гадить Спать есть и гадить Гадить спать и есть Найду окошко Вот это не надо Ты уже в диване нашел окошко Теперь весь диван придется выбрасывать Так, ну кто следующий? Здравствуйте Мы Что у вас? Вы знаете, мы бы хотели Кота подстричь Вы стрижки котам делаете? Нет, что? Мы ветеринарная клиника Мы можем кота, например, ну, кастрировать Давайте мы его кастрируем вам Вот как? Вы что? Вы что такое говорите-то? Ну, вы с ума сошли, что ли? Как? Я не могу с ним это сделать Это ж друг мой Вы что такое говорили? Как я могу такое с другом-то сделать? Я вообще считаю, что это неправильно Брать и из-за мелких обид Отнимать у близких самое дорогое Прощать нужно учиться, друзья Прощать и быть хоть чуточку добрее Пойдем домой, друг Не место нам здесь Плохое это место Не надо нам здесь Пойдем Не надо Пойдем Да ну нафиг, столько сидели ждали Пойдем встречся Барсик, ты не представляешь, о чем ты говоришь, Барсик Да, Барсик, ну, 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 стой Стой, стойте, я сказал, стойте Народная мудрость Если долго смотреть на звезды не моргая Рано или поздно моргнешь Да, Юлечка, небо у вас в деревне чудесное В городе такого не увидишь Вон, смотрите В созвездии Тельца скопление звезд Это созвездия Плеяды По легенде Все звезды названы именами семи сестер Алкиона, Келена, Майя Еропа, Стиропа, Тайгета и Электра А у меня вчера на тракторе Третий клапан пробило Масло как двануло Все на ватник Руки до сих пор в васле Вон, че еще Зевс специально превратил сестер в звезды Чтобы спрятать от охотника Ориона Вон, пояс Ориона, три звездочки Ватник, главное, совсем новый был Тут масло как двануло Все на ватник, вообще, я весь в масле Так и остался не пожрамш Сначала Зевс превратил сестер в маленьких голубок Масло как двануло Прям фонтаном парило Я весь в масле, вообще капец Зевс был хоть и всемогущий бог Юлечка, вам интересно? Да, интересно А че такое ватник? Послушайте, че вы завадили про свой ватник там? Что, в лексиконе три слова, что ли? Масло клапана ватник? Клапан пробило Масло двануло На ватник пролило Остался не пожрамш Восемь слов Ну а что вы их гоняете-то по кругу? Туда-сюда, надоели уже, честное слово А че ты меня перебиваешь, что не даешь дорассказать? Действительно, Максим, давайте дослушаем Ладно, вещай Садко Короче, клапан у меня пробило Вау, да это экшен Масло как двануло Блокбастер прямо На ватник всю пролило, вообще Так, кульминация? Остался не пожрамш Вау Походу, мне труда день не поставят Неожиданная концовочка Все? Все Ой, смотрите, Юлечка Звезда упала А давайте дождемся, когда упадет вторая И вместе загадаем какое-нибудь желание Новый товастник неизвестно, когда дадут еще А если опять клапан пробьет? Масло как дванет, опять на ватник все польет Послушайте, хватит уже про ваш ватник, честное слово, надоели Вам хватит про падающие звезды Никакие-то не звезды, а метеорные потоки, остатки комет Согласно теории Джованни Скепиарелли А то, что ты девушки втираешь Обусловлено необходимостью перевода бессознательных желаний в символические формы А об этом еще Фрейд писал Обосновывая культуру сублимации Эроса Федя Ты капец умный А че ты мне все про ватники да про клапана Да хрен тебя знает, че тебя проймет Начал с простейшего С клапанов Я че-то так и не поняла, че такое ватник? Юлечка, понимаете, в тракторе есть движок В движке клапана Если клапан пробьет, то может масло давануть А если масло даванет, то и ватник весь зальешь нафиг вообще Так и останешься не пожрамшим Ну продолжайте, продолжайте А он дальше не рассказывал? Фу ты Ладно, давай про свои звезды Хоть посплю Че, может пойдем самогону выпьем? Сегодня все-таки день рождения Бродского А че, про Фрейда еще расскажешь? А че там рассказывать? Там показывать надо Десантник, который плохо сложил парашют, упал и отжался Давай, поехали О, па-да. Па-да-па-дам. Па-дам, 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 Па-дам. Па-дам, па-дам, па-дам. О, чай! Мои тай-ко! Залёёны-ня, битай-ко! Не-мотом-тuring- plein-то! Петчу, петчу-ду! Петчу-ду! Не буду, страшно, страшно. Для кого-то нет, 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 нет. Я не буду, страшно. Чё страшно-то? Я высоко. Я высоко. Боюсь. Чё боится? Боюсь. Я вздохну. Чёрно вздохнешь, прыгай. Ту-киш-ти-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун ... прыгай, я не умею прыгать... ... прыгать тебе говорю... Я не умею! На! Давай. Держи. Давай. Держи. Давно деву. Давно деву, давно деву. Давай деву. Колchen понял. Да. Смотри, ты подходишь сюда такая. Такая ногу, раз такая... Такая раз такая... Да. Такая, оп да... Ага. Вот, и всё, и такая смотришь такая... Ааааааааааааа... Чё делать? Эй, а-а-а, алло, дырка, я не журак! Ты что делаешь-то? Я не умею! Я не умею! Давай, давай! Я не умею! Что это? Что это, это пилот? Что? Это пилотка мне. На трейд! Так! Выпрыгаешь! Раз, два и три! И в конце концов! Подальше! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Раз, два, три, тих! Вот, вот так, да! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Все ума отошла! Все! Ты что делал это-то? А что? Пенсия твоя? Да! Ты что уже?! Что ты делаешь, что ты делаешь-то? Дай мне пища! Ура! Всё, нормально. Стой! Вот так! Эй! Привет! Голова! Стой! Возьми! 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 В некоторых браках мужья бракованные. Ну что, может начнём? Так начали уже. Как будто с голодного острова приехали. У-у-у-у! Михалыч, чё тут? У-у-у-у! У-у-у! У-у-у! Чего? У меня тост! У-у-у! 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 Наконец-то! Помидора! Значит, Борисович, а? Долго думал, что тебе подарить. Так. Тяжело что-то подарить человеку, у которого всё есть. СМЕХ Вот. Но потом, значит, прошла информация, что ты по ночам ходишь к холодильнику жрать. СМЕХ Не буду говорить, от кого пришла информация. СМЕХ Но она по ночам от этих звуков просыпается. Да. Короче, решил подарить тебе, Борисыч, микроволновку без колокольчика. Во! СМЕХ Как говорится, жрифти хоря в своё удовольствие, Борисыч! СМЕХ За тебя! Ну, за Борисыч! СМЕХ Спасибо, спасибо. Спасибо, Наташа. СМЕХ СМЕХ Ну, как говорится, пока не остыла. Я, как говорится, тоже кое с кем посоветовался. Вот, как говорится, навёл справки, чтобы не дарить, ну, всякую фигню, которая будет потом пылиться на балконе. Я, значит, посоветую, дарю тебе, Борисыч, подарочный сертификат в салон париков. СМЕХ 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 Серьёзно? СМЕХ 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 Что, заметно, что ли, да? Да. Борисыч, если бы мне кое-кто не шепнул, я бы даже не знал, что ты носишь парик, Борисыч. СМЕХ Даже интересно, кто шепнул. СМЕХ А чё, парик? Почему парик? Ну чё, парик семь с половиной тысяч, они хотели чайник дарить. Зачем на четвёртый чайник? Ты знаешь, Андрюха, я тоже долго не знал, что тебе такое подарить И дальше решил проконсультироваться у очень близкого тебе человека Не хочу говорить его имя Наталья, будь здорова И задал ему вопрос Что такое есть, что ты сам себе никогда не купишь? И таких вещей оказалось несколько Освежитель для рта Владель Триммер для носа Врей ноздри, смотри, ни при чем и ничего Ну и, наконец, депилляционный пластырь Так сказать, к юбилею размером 50 на 50 Лей, подпори, кого ж ниже Ну, до Борисыча, что? До Борисыча Наташа, а что это триммер-то? Зачем я ей? Для носа-то? Ну, что ты орешь и в ванной каждое утро? Будь здоров, Андрюха Будь здоров, да? Да, ладно Спасибо Значит, Андрюха Да? Значит, это Мало кто знает, что вы с супругой познакомились с столовой для бедных Ну, сейчас-то уже немало кто знает, сейчас-то уже все знают Вот, значит, я долго думал, что ж подарить такому человеку Ни у кого не спрашивал Она мне сама позвонила Значит, дарю тебе жесткий диск на 50 гигабайт по количеству лет! Вот это нормально, вот это подарок Вот это да Ну, свободного места там нету Я, значит, закачал туда всю твою любимую пошлятинку И окна, и дом 2, и большая стирка, и все, что ты любишь Ну, за Борисыча, что? За Борисыча, да! Борисыч! Все, что я люблю, да? Слушайте, ну мы с Борисычем знакомы вообще с детского сада Настрой друзей было я, Андрюшка и Сашка Попов Да, Сань Попов еще был, да Да, но он попозже подъедет, может быть, да Сто лет не видел его, да Вот, я как сейчас помню, Андрюшка маленький, в садике очень любил это дело Я тут с одним человечком проконсультировался, он и сейчас этим делом не брезгует Вась, давай, все, давай, не надо дальше продолжать, давай Что? Где ты набрал это целое ведро козявок? Да это мармелад! Да, мармелад это! Ребята, прощайте! Да, мармелад, мармелад А еще моя жена сама из интернета стих сочинила Ничего не из интернета, сама сочинила Да, из интернета Ой, так волнуюсь, написала стих Давай Тебе желаю море счастья, улыбок, солнца и тепла Чтоб жизнь была еще прекрасней, тебе вилангры принесла Борисыч, я подарок Наташке отдала уже, потому что так-то неудобно при всех Она тебе передаст за тебя Так а че неудобно, давай уже, все знают и так че Че, натос прям поднимается, не опусти За Борисыча! За Борисыча! За Борисыча! Спасибо! Потом отдам тебе Давайте я, наверное, про Андрюшу скажу Наташ, ты уже сегодня достаточно сказала про Андрюшу Давай я скажу Значит, друзья, я хочу поднять этот бокал За того человека, с которым я иду рука об руку всю жизнь Значит, я с этой женщиной, вот знаете, как на духу все Я, значит, ее никогда ей не изменял Вася, если че-то знаешь, ты скажи, че тут Тут уже секретов нет ни от кого Че ты и там это Я ничего не знаю, я просто представляю Сейчас торт подарю, какой сюрприз будет Хотя какой сюрприз, и так все все знают Давай уже дари свой торт уже Давайте этот торт в студию Борисыч, торт с твоей любимой начинкой Ой, ты че, медовик, что ли? Еще слаще Андрюша, Андрюш, я думала, я все о тебе знаю Так, аж Саня попал Сашка, ты! Саша, ты! Саня, Саша! Саня! АПЛОДИСМЕНТИЯ